Всем привет, дорогие зрители! Меня зовут Сергей Трейсер. Сегодня я проведу ночь в супермаркете. Нет, не в этом супермаркете, в котором нахожусь, потому что этот работает круглосуточно. Сегодня мы пойдем в один строительный супермаркет и проведем там ночь. А сейчас покупаем подкрепиться. Сидела сегодня вечером дома, ничего не предвещало беды. Как тут я увидел у Аделины Волк видео, как она провела ночь в Икеа. И у меня такое желание возникло сразу же повторить это за ней. Она сказала, что украла эту идею, ну как украла, воспользовалась этой идеей с чего-то другого канала. А я, получается, уже как бы перевзаимствовал эту идею у нее. Так что идея как бы не свежа, спасибо тем, кто придумал. И мы сегодня с Калюней. Калюня согласился со мной на этот такой отважный поступок. Идем в строительный супермаркет и попытаемся, в принципе, там провести всю ночь. Вон там за спиной у меня написано «Олди». Это наш местный строительный супермаркет. Входим в поисках места. Вот тут нам, наверное, чуть-чуть тесновато будет. Нужно найти какую-то, не знаю, мне кажется, либо тумбочку большую. Вон шкафы, смотри, большие. Вот здесь, например. У меня здесь какие-то штуки, дрюки стоят. А тут тоже что-то. Фурнитура различная. Да, они все чем-то забиты. Мы зашли слишком поздно, и на нас уже, как бы, продавцы-консультанты очень подозрительно смотрели. И мы поняли, что это будет слишком палевно. К нам сегодня еще приехал один товарищ. Нас уже будет не двое, а трое. В общем, поехали. Нет, я на это вверх тоже не ходил. Все, давай вдвоем пойдем. Вдвоем? Да, он ждет нас полчаса тут. Если мы через полчаса не выходим, значит все, он уходит. Да? А я до вас не сможет собраться ночью, да? Ого. Все, давай. Значит выйдем, мы сошли. Надеемся, что нас никто не спалил. Мы уже тут находимся минуты, наверное, две. Нас пока еще никто не спалил. Распалили. Да, уже тебе сказали, что бы не вышли нахуй. Да, вырубали по всему магазину. Да, согласен. Короче, если полчаса нас никто не палит, все получилось. Да. Дай пять. Почему нет? На часах сейчас 8 часов 38 минут. Я поставил авиарежим, чтобы не спалиться, он чисто случайно даже вибрации. И магазин закрывается в 9 часов. Где-то примерно в 3, может в 4 мы выйдем из магазина. То есть из этой двери мы выйдем, погуляем немножко по торговому залу. Надеюсь, что нас не спалят, мы будем очень осторожными. И потом мы закроемся обратно здесь и утром, где-то через полчаса после открытия мы выйдем. И благополучно, надеюсь благополучно, с первыми людьми уйдем из магазина. Как-то так мы уселись и сидим в ожидании глубокой-глубокой ночи. На часах 22.59. Мы уже сидим здесь. Два с половиной часа сидим. Нахуй. Уходи здесь сверху. Женя уснул. Давай, я люблю просить. Мы здесь уже немножко нагло освоились. Женя даже смог уснуть. Я сейчас тоже попытаюсь в какой-то позе уснуть, чтобы не нашуметь. Добрейший вечерочек. Сейчас на часах 3.36. Нам уже здесь очень надоело. Мы, получается, с 8 часов здесь находимся. Надо свет включить. Вроде шумов никаких в зале нету. Сейчас выйдем. Надеемся, что нас никто не заметит. Я просто думаю, я искренне очень сильно надеюсь на то, что за камерами наблюдения круглосуточно никто вот так прям в упор не смотрит. И, в общем, мы останемся незамеченными. В общем, ребят, пожелайте нам удачи. Поддержите нас лайком. А мы выходим в ночной магазин. Камера. Тут вроде никого нет. Справа никого нет. Тут слева я не знаю. Смысл уже. Пошли. Никого обошли. Второй не увидит забор. Покупатель всегда прав, это точно. Пошли, да? Мне вообще не страшно ни капельки. Закрытый ключ. Пошли погуляем. Может, какую-то кровать. Найдем в кровати. Поспать удобнее будет, чем на полу. мне как-то не очень я думаю что нам повезет и нас не посадят если поймают потому что я не хочу в тюрьму у меня есть очень много подписчиков на канале и я не знаю кто для них будет видео снимать поэтому нам нельзя в тюрьму я чуть не обосрался мы немножко захотели уже в туалет потому что сидим очень долго здесь и тут такой у нас сложно удержаться но мне не видно чтобы руки трусились но у меня ноги трусятся и я не буду это показать в принципе это все равно не видно просто поверьте немножко трусятся ноги а так в принципе в голове ощущение страха никаких на часах сейчас 7.30 нам осталось здесь быть примерно час уже по залу ходят какие-то рабочие подготавливают зал к открытию нам очень сильно болят ноги мы хотим в туалет магазин уже работает от того что разговаривали шепотом стал какой-то такой голос немножко охрипший просто всю ночь с Женей общались шепотом в общем в зале уже куча продавцов магазин работает вовсю в общем надеюсь что мы здесь не единственные покупатели пока что на сегодняшний день в магазине и у охраны не возникнет вопросов на выходе когда мы будем выходить как мы сюда попали мы ходим по магазину типа мы покупатели какие-то и других покупателей мы пока что не видели в общем идем сейчас на выход с одной парой перчаток будем притворяться что мы покупатели надеемся что все будет хорошо померяй да померь да померь да померь дядя да посмотри только не снимай пока так нормально да тебе идет в общем хватай перчатки пошли на кассу здесь вот на выходе столько много-много всякой охраны вот их тут не знаю на каждой кассе по несколько человек стоит и мы в общем успешно выходим на улицу в общем реально я не сильно верил что у нас это получится потому что мы ночью ходили по залу перед камерами конечно мы знаете ребят очень много не ходили я разговаривал очень тихо потому что о полиция потому что ребята это не какой-то супер большой город и это не какой-то супер большой магазин здесь реально мало места и с одной стороны черный выход там охранники тусовались и касса в вазе кассы тоже там в принципе охранники и мы были буквально в центре немножко мы много не гуляли я не знаю если это видео моим зрителям очень сильно понравится возможно я это повторю с Женей ну возможно не с Женей потому что мы ночью сидели и проклинали типа да ну нафиг чтобы я еще раз когда-то переночевал в общем ребят если я увижу по просмотрам, лайкам, дизлайкам, комментариям что вам это видео понравилось возможно я еще с кем-то в каком-то более большом магазине типа Эпицентра или вот как там в России Икеа есть переночую и сниму наверное более длинное более интересное видео встретились мы уже с Колей рассказываем ему как все это было ребята мы 12 часов там просидели в общем на самом деле оказалось просидеть не так уж легко как казалось хотя мы знали что будет сложно сидеть вообще знаете самое сложное что может быть это ожидание а ожидание в тесном месте где ты не можешь как бы нормально не посидеть не поспать в общем это не сильно удобно и да ребята как бы это все круто не было мы испытали конечно же кучу офигительнейших эмоций но не следует это повторять потому что это может быть уголовно наказуемо если вас поймают а с вами был Сергей Трейсер всем до новых встреч пока а что не закрывай их а то у нас тут что бля да окрываемся да нет не гони ну все будем как в консерве тут ну ладно шучу 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 я больше не буду плохие комменты писать я подпишусь на твой канал отпусти меня только пожалуйста отсюда ты обещаешь что на всех видео поставишь лайки обещаю и дизлайки все свои уберу отвечаю плохие комменты не будешь проситься принять тебе в ВК в друзья нет не буду окей все вот там дверь выходи где вот здесь ага ну а тут я буду хранить даже Продолжение следует...